Кубинский жим не является упражнением для набора массы плечевого пояса, и пускай вас не пугает слово «жим», но включить его в свой комплекс для тренировки плеч стоит, ибо стать шире и мощнее с его помощью можно куда быстрее. Его регулярно используют тяжелоатлеты, пауэрлифтеры, стронгмены. Кубинский жим с гантелями и его упрощенная версия, упражнение «пугало», позволяет укрепить связки плеча и подготовить мышцы к тяжелой работе. О том, зачем и как выполнять это редкое упражнение, и в чем важность ротаторов плеча для набора массы, я и хочу сегодня вам рассказать. Это целая группа мелких мышц сухожилий, расположенных вокруг плечевого сустава. Они являются стабилизаторами плечевой кости. Именно благодаря ротаторам плеча или по научному вращательной манжете плечевого сустава, наши плечи обладают такой подвижностью и могут легко вращаться в разных направлениях. Но у вращательной манжеты есть один недостаток. Она легко травмируется. Мышцы, входящие в ее состав, подосные, надосные, малые круглые и подлопаточные, очень мелкие и плохо реагируют на стрессовую физическую нагрузку. Особенно сильно им не нравятся резкие взрывные движения, типа рывков или толчков. По этой причине повреждение вращательной манжеты плеча – это одна из самых распространенных травм в тяжелой атлетике. Бурсит воспаление около суставной сумки плеча возникает у соревнующихся спортсменов довольно часто. С целью минимизации травм плечевого отдела и было придумано упражнение «Кубинский жим». Оно помогает быстро укрепить связки плеча и повысить их эластичность. Но травмы вращательной манжеты нередки и у обычных посетителей тренажерного зала. Наиболее травмоопасным упражнением для плеч является жим штанги из-за головы, ибо оно заставляет мелкие плечевые мышцы работать в непривычной для них позиции. Причем самым рискованным оказывается момент опускания штанги в исходное положение по завершению последнего повторения. Уставшие мышцы стабилизаторов уже не могут удерживать снаряд, поэтому плавно опустить его не получается. Приходится бросать. Нагрузка на вращательную манжету становится пиковой, возникают микротравмы, они накапливаются и становятся причиной хронических болей в плечах. Ни о каком прогрессе в росте силы или наборе мышечной массы речь уже идти не может. Пренебрежение развития мышц вращательной манжеты плеча на фоне силового тренинга ухудшает осанку и делает фигуру сутулой. Можно накачать феноменальные дельты, но из-за отставания и развития мелких плечевых мышц, отсутствующих за вращение плеча назад, они будут смотреться узкими и визуально съезжать вперед. Слабые ротаторы плеча будут тормозить прогресс во всех жимовых движениях. Это значит, что промощную грудь, широкие плечи и подковообразный трицепс придется позабыть. Важность этих и других мелких мышц, подключичные, подлопаточные, клювовидные, подосные и других, колоссальная. Поэтому их тоже нужно тренировать. Повреждение вращательной манжеты плеча у поклонников силового тренинга возникает очень часто. В профилактике этой проблемы нужно уделять постоянное внимание. Почему кубинский жим? Потому что его придумали на Кубе во времена развитого социализма. Солнечный остров свободы славился своей олимпийской сборной по тяжелой атлетике. Кубинские штангисты гремели на весь мир, устанавливая очередные рекорды. Где рекорды, там и травмы, особенно плечевого пояса. Но Куба славилась не только своими спортсменами, но и отличной медициной. Такой симбиоз и позволил появиться на свет упражнению для укрепления связок плеча под названием кубинский жим. Сначала его включили в свой арсенал кубинские штангисты, а потом оно стало очень популярным и среди атлетов и других стран. Кубинский жим с гантелями представляет собой комплексное упражнение, состоящее из трех отдельных движений. Первое тяговое, второе подъем гантелей перед собой с поворотом в плечевом суставе, а третье жим снаряда вверх. Поначалу жимовой фазы у кубинских вращений не было. Тяговое вращательное движение кому-то напомнило движение огородного чучела, поставленного для отпугивания ворон. И его назвали упражнение пугало. Позже к нему добавили фазу жима гантелей вверх, и оно превратилось в полноценный кубинский жим. Во время его выполнения в работу помимо родаторов плеча включаются передние и средние дельты, а также трапециевидные мышцы. Его используют не только чтобы укрепить связки плеча, но и для повышения рельефа плечевого пояса. Такое многофазное упражнение позволяет прокачать мелкие мышцы и улучшить общие очертания дельтоидов. Кубинские вращения – упражнение редкое, старое, но по-прежнему очень эффективное для укрепления плечевых связок. Жим сложнее пугало, поэтому начинать знакомство с этим упражнением лучше с упрощенной версией. Упражнение пугало делается так. Стоим ровно, руки разводим в стороны и сгибаем их в локтях до прямого угла. Плечи приподнимаем так, чтобы они оказались параллельно полу предплечья. Смотрят строго вниз, удерживая угол в локтях прямым разворачиванием гантелем, поднимая руки вверх. Делаем паузу на 2-3 секунды. Медленнее, чем поднимали, опускаем руки вниз. Кубинский жим полностью повторяет начальные этапы пугала. Поворотно-вращательное движение – самое главное в этом упражнении. Выполнять его нужно медленно и подконтрольно. Кубинский жим с гантелями также выполняют и со штангой. Делают его стоя и сидя. Техника выполнения этого редкого упражнения для плеч. При этом не меняется. Регулярное выполнение кубинского жима позволяет избежать травмы вращательной манжеты плеча и одновременно повысить результаты во всех жимовых движениях. Важно лишь не гнаться за весами, а делать его технически правильно. И тогда про травмы плеч можно будет навсегда позабыть. Пребудет с вами сила и масса, а также хорошее здоровье. Понравилось видео? Ставьте лайк, подпишитесь на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!